С 1 июля в России изменились правила продажи молочной продукции. Теперь необходимо разделять продукцию натуральную, то есть без заменителя молочного жира и товары с растительным жиром. Одни магазины поставили в торговых залах отдельные холодильники для такого ассортимента, другие сделали разноцветные ценники. Желтые, значит молоко, сметана, кефир натуральные, белые – заменители молочного жира. Все натуральное, все покупатели наши знают уже об этом законе. Мы написали, значит, внимание, что желтые ценники выделены продукты именно без содержания заменителя молочных продуктов. Производители тоже работают по-новому, теперь на товаре написано, из чего он сделан, плюс подсказки от торговых учреждений. Покупатель, как говорится, вооружен, и даже молодежь заинтересовалась, а что же мы едим. Хотя пока еще путается в терминологии, где заменитель, а где молочный жир. Всегда, когда я покупаю мороженое, я обращаю внимание, когда оно содержит молочный жир и не молочный, когда оно натуральное. Но далеко не во всех магазинах озаботились разделением товара. Для тех, кто не понял, что именно и как именно надо делать, в городском центре поддержки предпринимательства проводят семинары. Специалисты Роспотребнадзора учат предпринимателей, как правильно распределить в магазине товар, чтобы покупатели могли визуально отличить молочную продукцию от молокосодержащей. Уже им давали время, вот этот вот год с июля прошлого года до июля этого года, вот был дан переходный период. Все должны были подготовиться, все должны были подготовиться. И уже вот с 1 июля мы должны быть готовы к этому, уже действовать по соответствии с существующим законодательством. Посещение семинара не снимает ответственность за уже запротоколированные нарушения. За торговлю в обход новых правил штраф на физическое лицо составит до 3 тысяч рублей, а на юридическое от 10 до 20 тысяч рублей.